...недель, чтобы она направила быстрая реформа, почему мы говорим 70 дней? Знаете, я вспоминаю, потому что парламентарий, который он будет рассказывать через 70 дней, что им времени хватило принять какой-то важный закон, это уже не парламентарий, это обороны. Я помню рассказ Алексея Толстого, известного писателя, про бурдалаки. Бурдалаки нападают на деревню, и люди там, ну, скот крадут, там, людей там тормошат, и они... ...два 8 месяца пошла охотница-убийца в бурдалаки, но он предупредил, если я до 12 ночи не выйду из леса, меня убейте меня сам, потому что я тоже в бурдалак. Ну, семья ждет, там, нервничает, там, накрыла стол, пробила 12 часов, и он не выходит. Через несколько секунд выходит, ну, они долго думают, что с ним делать, но вроде нормально выглядит, нормально говорит. Приняли его домой, он всех сел, оказался в бурдалак. Ну, точно так же будут эти парламентарии. Если они в течение 70 дней не примут закон про олигарху, про снижение налога, про обмену 90% подзаконных актов, про скасование дежурных областных администраций, районных администраций, будут произойти систему субсидий, не отменят глупые шаги, которые были приняты, не создадут реальную систему здравоохранения и образования, если они на 71-й день будут так же пламенно вам рассказывать, что работа не на часы, а на раки, все, не верьте, все и перекупили. Поэтому 70 дней и система отзыва депутатов. Я уже никому не верю, пока сам не будешь учить, что это так. Мне кажется, что в Украине есть великие вызовы, но есть и великий потенциал, и великие будущее. Я верю, что это будущее, это не праздник. Я бы здесь не стоял. При всем том, что не угрожают, наших соратников хватает, всякие вещи. Это и есть большой выигрыш для каждого из нас, который опинился этой городкой. Но у нас нет. Это правда, что у нас нет угрозов. Это правда, что у нас нет засадей в масс-мете. Это правда, что у нас, у нас немало, до речи, у нас еще больше-больше-больше-больше-богато. Это очень мне радует. И нам очень речит, когда мы все вместе. Это хорошо выглядит. Но у нас есть главное. Мы не стали частью, как говорится, и мы верим в будущем в Украине. Нас не смотрим. Они же как-то это делают. На последнем эфире рассказывают, а молодая девушка сидит, как журналист. А эти все рассказы про великое будущее Украины, когда рак не свистнет. Когда рак свистнет. Молодая девушка. И уже циничная до костей. Циничная до костей. Это все, это вы услышали, это все. А что тогда нам делать? Если все замазаны, если все одинаковые.